Всем привет дорогие друзья, появилась новая имба, новая колода появилась, с этой декой сделали 12-0 без единого поражения И сделал игрок Димас, кстати я неоднократно записываю на его аккаунте видео и ребятки если вам нравятся колоды которые показывает Димас нам Пожалуйста поставьте лайк на этот видос и подпишитесь на канал чтобы следующий ролик вышел как можно быстрее Итак колода стоит 2.6 эликсира, с ней можно катать как и в глобале так и в гранде Итак к вашему вниманию колода с хогом 2.6 элика Были похожие аналоги, колода подобная была с мортирой, с меганайтом, была бандитка, не знаю какие там еще варианты Но вот эта связка нереально тащит, нереально быстро крутит и выигрывает абсолютно любую деку Не важно против кого вы играете, против голема, против арбалета, против хога, против спеллбейта Ну кстати против спеллбейта на самом деле надо тут еще попотеть потому что у вас нет бревна и если вы плохо контролируете спеллбейт то конечно вам будет нелегко А так все остальные деки просто разносят в пух и прах эта колода Сейчас я вам продемонстрирую разные повторы против разных соперников с разным рекордом и вообще с разными так на мое мнение контрдеками Потому что пека считается контрахогу В общем сейчас мы посмотрим, давайте откроем сундуки которые есть на аккаунте Димас И как видим что на этом аккаунте вот уже скоро будет миллион золота И я вот уже на этом аккаунте тратил миллион и вот мы сейчас посмотрим за какой период времени после того как мы потратили лям на этом аккаунте Он нафармил еще один миллион То есть ну так быстро золото он фармит что просто жесть Если вы тоже хотите фармить так золото но у вас нету гемов Я оставлю ссылочку на сайт ClashKings там вы можете пооткрывать сундуки и задонатить себе на баланс Я на сайте кстати открываю каждый стрим сундуки и разыгрую промокоды Зрители мои постоянно там играют поэтому гарантирую что сайт работает и честный и все там чики-пики В общем ссылку оставлю в описании Так давайте еще откроем сундук за клановый сундук Сундук за клановый сундук, извините Так большое испытание, погнали Надеюсь выбьем ему лего потому что ого сколько эпиков подряд Только блин количество маленькое По два по одному эпику делит ужасно Смотрите по три по два по одному эпику Но это бред Мне кажется лучше чтобы выпало допустим Ну 11 эпиков но одной картой К примеру 11 молний там да Ну не так что оно делит по две карты вообще ни о чем Ну и сейчас проверим будет легендарка Да ребятки легендарка Блин круто поздравляю 700 ого блин сколько комонок 700 целых 700 стрел Охренеть ребята Это много правда Жаль конечно что комонки все фул И так ему падает принцесса Принцесса у нее уже была доступна на третий уровень Но карта очень сейчас актуальная Популярная и она Это одна из первых легендарок Которая появилась в этой игре И по сей день она остается имбой То есть Многие карты менялись Баланс менялся И популярность их так же А вот принцесса до сих пор Как была играбельная так и осталась Ну что давайте посмотрим какие то повторы Против голема Против голема Честно вот не сильно охота смотреть Ну давайте посмотрим Может 3-4 повтора Потому что я хочу много колотто увидеть И много повторов Чтобы понять как с этой декой играть Против разных связок И так противник сейчас готовится Ставит сборщик Давайте посмотрим какие действия После этого нам нужно предпринимать Выбрасываем ледяного духа Противник ставит сборщик Мы готовим яд И я так понимаю Да выбрасываем яд на сборщик То есть не ждем То есть не экономим Пойзон На случай если у него там Какие то тремушки тера Либо сразу будет Контер атака какая то И видимо противника Сейчас цикл не очень удачный У него нету голема Да и он вряд ли бы его ставил На первых же минутах игры И мы подбрасываем ледяного Голема плюс хога И получается вот такая вот Контер атака Противник очень долго думает И очень Блин плохо дефается И выбрасывает сразу же Голема у мостика Слушайте ну тут Тут ни о чем вообще игра Поэтому противник не умеет играть Я сделаю на x4 И не вижу смысла смотреть Эту каточку вообще Ну потому что ну Вы видите да как противник дефается То есть идет ледяной голем Идет хог Он выбросил маленького дракончика И сидит ждет И сидит ждет Пол вышки снесли Он выбросил мега миньона Подкинул голема возле вышки Когда блин юниты Ну ты же знаешь что юниты Двигаются быстрее чем голем И у голема еще там Как это правильно называется Не помню Короче ну время высадки Пару секунд Или там сколько Не помню То есть Ну это глупо было высаживать Голема возле мостика Поэтому не будем смотреть этот повтор Не на ускоренном режиме Давайте посмотрим лучше полностью какой-то повтор Ну вот против арбалета Давайте посмотрим против арбалета Потому что я играл с этой колодой Я скажу сразу Я уже поиграл с ней Сделал 6-0 В большом испытании А потом 3 раза проиграл Проиграл с полбейту И проиграл арбалету Вот заодно хочу посмотреть Как же играть против арбалета Окей Ког просто в соло хог Сразу у моста И выбрасывать чуть-чуть правее Чтобы если противник поставит здание Какое-то дефо криво То хог не сагрится на него Противник же в свою очередь Успевает поставить Арбалет Плюс там еще ледяный голем идет впереди Но мы саграли арбалет Ледяным духом Ой ледяным големом И еще прокрутились до хога Итого мы арбалет задефали Угу Ну неплохо в принципе да Я немножко Да я там не немножко Я вообще тупил против арбалета Я не знаю Что я не так делал Я наверное Я пытался Знаете вот у меня ошибка всегда Когда играю с хогом Я пытаюсь сделать Прям какую-то нереальную комбинацию Как это я делаю с големом Хог это такая карта Которая ну блин Максимум можно выбросить хога И ледяного духа Все и это будет хорошая связка И может получиться хорошая атака А я пытаюсь построить там Хог Ледяной дух Летучие мыши Может там еще пламенного За вышкой кинуть Чтобы хорошая комбинация была И в этом моя ошибка Так Я не заметил Дефались мы только что Позаном да Получается От арбалета Да Позаном Ну и плюс запом Немножко нанесли урон Чтобы арбалет Поменьше дамажил нашу вышку Напоминаю У противника есть Ракета Поэтому Он в любой момент Может нам добить вышку Если у нас там останется Ну меньше Не знаю Шестиста Здоровья Но вот сейчас Мне кажется Было глупо Дефаться ракетой Потому что Посмотрите сейчас На эликсир Противника И посмотрите на наш эликсир Мы В хорошем отрыве И при этом У нас еще Больше здоровья На вышке Чем у него Вот Так Ставится ледяный колем Готовится Так понимаю Атака от противника Слева Мы в свою очередь Оттачим справа Построили комбинацию Хог Ледучие мыши Плюс ледяной голем Засасывает торнадо Противник Но Опять же Как-то он Дефается Ну не так Вот против меня играл Может сильнее игрок Либо я не знаю Но Меня дефали Просто жесть Как Это торнадо Оно просто не давало Моему хогу Дойти к вышке А тут как-то он И использовал торнадо И скелетиков Использовал А Ну была связка Я вспомнил Не скелетики За один эликсир А ледяной дух был А ледяной дух С торнадо Хога останавливает Полностью Если правильно использовать Полностью останавливает И Ну если конечно Там еще ледяной Будет Маг А скелетики Как видим Не останавливают То есть тычку Хог успевает сделать Ну и видим Что Бой заканчивается Со счетом 1-0 Окей Давайте ускорим На x4 Мне кажется Вот противник Сделал ошибку Что выбросил ракету На хога Давайте посмотрим Что по рекорду Этого соперника Ну рекорд у него 5600 То есть Ну Более менее Да Скажем Так Давайте посмотрим Последний повтор Против хога Меганайта И Пламенного дракона Эта дека Должна вам встречаться Была Хоть один раз Я не знаю Но вы должны быть Знакомы с этой колодой Которой у противника Я про эту колоду Имею ввиду Потому что Я не знаю Откуда Сколько популярности В этой колоде Но ее используют Реально очень много Не знаю Как в глобале Но в испытаниях Я часто ее встречаю Меганайт Хог Плюс пламенный Ну понятное дело Что Такая вроде бы Быстрая Тяжелая колода Можно Несколько комбинаций Делать Вот Ну блин Много же колод Вроде как ее контрят Или может я ошибаюсь Не знаю Ну В общем давайте смотреть Как против этой деки играем Как видим Что пока мы проигрываем Пока Незаметно то Что у нас колода сильнее Но по результату По итогу поединка Мы знаем Что победу одержал Именно Димас Поэтому давайте смотреть Итак Сейчас противник Готовится выбрасывать Хога Плюс гоблинов У нас нету бревна Поэтому мы гоблинов Забрать не сможем Мы выбрасываем гоблинов На хога А лениным големом Отвлекаем его гоблинов Плюс Был еще зап Чтобы гоблины Сдохли После того Как уничтожат голема Ледяного Хорошо Смотрим дальше А смотрите Хог Хога пропустил противник Не знаю Как он так конечно С эликсиром Блин Хочется сказать Слово Но Оно матершинное Вот Поэтому Я не знаю Как он так С эликсиром Блин Я не могу Подобрать с аноним Этому слову В общем Как-то с эликсиром Он И опять не могу Ступор у меня В общем ладно Эликсир противник Зазря потратил И Задефали На левые Вышки Забил Как и противник Так и Демас Потому что Они там Оба могут Добить Ее Противник Пойзоном Плюс Каким-то Там Ну Зап Не знаю Еще что-то Подкинет Хога К примеру Мы сможем Там тоже Ну Запом Не добьем Но опять же Нам тоже Пойзон Либо что-нибудь Нужно еще Подкинуть Поэтому Сейчас идет Борьба За правую сторону Пока Как видим У нас Получается Это лучше Делать Мы оставили 600 здоровья Плюс Сейчас Еще один Заход Кок Делает Пару Тычек И остается 100 Хитпоинтов Но это Один Пойзон И все В принципе Вышка Наша Ледяной Голем Забирает На себя Летучих Мышей Пойзон Наперед Был От противника И соответственно Наши Летучие Мыши Гоблины Умерли И остается 600 здоровья На правой башне Ну в общем Вы все видите Сами Короче Обыграл Димас Соперника Я в этом Поединке Честно Ребят Заговорился И блин Просто комментирую Каждый ход Противника Но сам Поединок Я не прочувствовал Я его не понял Поэтому наверное Пересмотрю На видосе Еще раз Посмотрю Как же он выиграл И где противник Допустил ошибку Вот В общем Ребят Это Честно Я не знаю Будет новый Имбой или нет Ну колода 2.6 Нереально дешевая Блин Контрит Много связок Я вам продемонстрировал Атаки против Голема Против Пеки Не стоп Против Пеки Не показывал А ну Да Против Пеки Была Была здесь атака Был повтор Но я вам ее не показал Против Арбалета Против Хога Меганайта Против Голема Против даже Пеки Он выиграл Ну вот Мне интересно было Посмотреть против Спалбайта Но к сожалению У него В повторах Его нету В целом Колода играбельная Контрит Много чего Поэтому пользуйтесь И пишите в комментариях Подошла вам эта колода Или нет На этом буду прощаться Ставьте лайки Ждите новые выпуски Желаю вам удачи Хорошего всем настроения Ребят До новых встреч И всем ребята Пока Субтитры сделал DimaTorzok